У нас всё записывается, выставляется в интернет, вы знаете это, да? Да, да, я не против. Не против? Нет. Слушаю, дорогой брат, давай. Я, Игнатий Тихонович, сегодня этот проповедь вашу читал, братья скинули в общую группу, и наткнулся там на строчку такую, где вы говорите, что я нигде не кланялся там, где молятся о помиловании власти и воинства её. А я просто не углядел контекст, что это вы в Америке говорили. Ну? А что это? Разве в других странах можно и не кланяться за, или не надо кланяться за власть и другие? Почему? Мы каждый день молимся. Каждый день молимся, чтобы вразумил Господь и их правители. Перечисляем всех, начиная с Владимира, Мишустина, Михаила, поминаем дальше Джозефа, Артагана, Рамзана, Ахмана. Мы всех поминаем здесь. И каждый день мы так молимся и делаем поклоны. Ну вот я вот и хотел спросить у вас. Вот вы говорите, что вы в Америке не кланяетесь этот властям. Так можно поступать, я спрашиваю. А, так, так. Ну так что значит кланяйся? Властям кланяйся или молиться я Богу кланяюсь? Я им не кланяюсь нигде, властям. За власть и молитесь, чтобы жизнь проводить тихую и безмятежную. Я в Америке многое видел. Везде, можно сказать, проник. Но не мог проникнуть только в тюрьму. А посадить не за что было. Не допустили. Это большая работа, надо там доказать. А у меня и времени не было. Вот мы о власти молимся и делаем поклоны. Чтобы Бог их вразумил. С них будет строгое взыскание, Писание говорит. С начальствующих будет строгое взыскание. Им придется отвечать за все реформы, за кризисы, дефолты. Это все Бог спросит. Потому что отнимающий хлеб у нищего есть кровопиец. Библия говорит. А они-то что делают? Вот мне они не давали работать нигде. Я прораб. И меня направили никуда-то после окончания строительную технику. Сейчас колледж называют. А так как отец без руки с фронта пришел. Три матерных дяди погибли на фронте. А тогда все это учитывали. И меня взяли в органы МВД. В строго режимный лагерь. Из всех выпусков, сколько нас там было, только четыре прораба, остальные мастерами. Но я тоже прорабом был. И вот отсюда начинается, какое отношение властей. Тогда я не знал Евангелия, в руках не держал, не знаю. Это я семь месяцев там был. И кажется, без выходных и в две смены. Меня когда в военкомат, значит, пришло время, я приехал. Я был военкома готов расцеловать, чтобы меня в армию берут. У меня настолько легко в армии было после работы в строго режимном лагере Плишкино Иркутской области. Два лагеря. Мужской, строго режимный и женский. Я все это смотрю, когда убого, так все это обдумано. Просто вот маленький пример хочу сказать. Вот готовим проект, каждому дано выбрать какой. Ну, я выбрал, какой работаю, литературу, черчу чертежи. Уже выпускной в техникуме. А в это время считаю, допустим, война и мир Льва Толстого. И там бывает какой-то вронский, кто или где говорят. Полстраницы больше на французском языке. А я учился в деревне, у нас иностранного языка не было. Десять классов, а где иностранный язык тройка поставлена. А на ней тройки нуль. А кто-то возьми да и скажи. Я говорю, сколько мы здесь сидим, работаем, чертим по своим проектам. А никто не знает, ну ни одного языка не знает. Немец хоть плохо, здесь живут немцы. Но как-нибудь она скажет. Мы поймем, о чем она говорит. А мы-то совсем... А возьми да выучи. А вот это толкнули меня. Я уже это не люблю, чтобы я прослушал и мимо пропустил. Нет. Я сразу захватился. И вот пришел когда ей... Тут кто учится? Говорит, а на нашей лестничной площадке тут девочка ходит. Я постучал. Она вышла, ну и говорю, а у вас иностранный язык есть? Есть. Какой класс? Шестой. А какой язык? Немецкий. Я говорю, а пятый класс? Две учебник. Да где-то валяется там. Я говорю, а могли бы мне его продать? Да что продавать? Он никому не нужен. Я теперь спрашиваю, как буквы складываются? Я буквы-то не знаю ни одной. Я говорю, вот это ДР. Это, говорит, артикль. Он не переводится. ДР это мужской. Да, средний, один, женский. И уже через ровно полгода я уже мог сказать проповедь на немецком языке. Я никогда не знал. Ну а бывает, когда учишь, что нет, называется такой разговорный язык, как ивановский окают. Пойдем ко мне вот так вот. А есть гохдойч. Это литературный немецкий язык-то. И вот в это время в женском лагере сидит одна немка с Германской демократической республики. Советский офицер женился. Ее разрешили взять сюда. Тут она проторговалась. И я у ней каждый день прихожу, уроки беру. Она для меня приехала. Не как-то именно настоящий вот такой вот язык. Я сколько вот смотрю в жизни, все именно так вот. Как будто для меня это все готово. Недавно у меня какое-то событие было. И как события подходили, подходили прямо вот к тому дню, когда я увижу это. Ну, это уж Бог, как избрание когда делает. Вот простой пример. Литературы другой не было никакой. А я в это время стал, ну, как людям донести-то Библию-то. И тогда насчитать. Ну, я насчитаю. Магритофон купил. Ну, один экземпляр. И в это время, в другом месте города Барнаула, один молодой юноша, а он сильно в электронике разбирался, разные магритофоны ремонтировал, там холодильники, ему разницы не было никакой. Речкунов Леонид Ильич. И вот он идет дорогой с Бабой Агапией и говорит, Баба, ну, со славянском языке читает, ну, ничего не понимаю-то. Она говорит, а тут есть человек, который тоже за то, что по-русски было. А кто? Она меня назвала, Игнатий Лапкин. А уже сумерки такие. А тут Бабтийский дом. И я шел зачем-то туда, а они по-партизански, и они все ближе-ближе ко мне. Она говорит, да кого-то она идет. Только говорили, а я иду. Стали когда с ним говорить, ну, он тут все у меня тут. Я говорю, а можно было так сделать с одного магдапона на два? Он говорит, можно на десять. Как на десять? Да или на аппарат сделаю? Я говорю, ты мог бы сделать? Сделаю. Так у меня еще ничего нету. А какой брать магдапон? У меня оклад, я сторожа, мне не давали нигде работать. Только во вневедомостной охране того района, где живу. Опасный человек. Семьдесят два рубля. А магиак двести пять. Триста двадцать рублей стоит. Вот, считай, я должен не пить, не есть, за квартиру не платить. Триста двадцать. А мне нужно их сразу взять одиннадцать. Теперь смотри, куда подскочит. И все он так и сделал. А так как я свободное время делал печи, отдежурил, а дальше на велосипед ржавый свой, у кого глина лежит, мне все теперь сгодилось. Он покупает и делает. Теперь мы можем пленки эти другим давать. Вот, Библия, а триста семьдесят пять метров длина катушки, это восемь часов двадцать минут. Я все это наизусть знаю. А если там пятьсот двадцать пять метров, двенадцать часов. Ну, теперь мне надо насчитать. У меня вот он микрофон. Он сразу мне сделал микрофон, два микрофона. И здесь как дуга какая, я теперь читаю. Ну, конечно, двери, окна, все это у меня замуровано, студия, чтобы звука не было. Я насчитал одиннадцать катушек Библии с неканоническими книгами, православная. Но я на этом не останавливаюсь, начинаю насчитывать Златоуста. Один том достал, второй, и двенадцать томов насчитал. Шестьдесят четыре катушки. А мне сразу из жития святых надо сорок томов достаю, где-то по одной, в другой город еду. Насчитываю сорок катушек. Вот считай, сколько. Добротолюбие пять томов, четырнадцать катушек. И он теперь делает так. Это оригинал, чтобы я не нажал его. Он там на персах поставить. А там везде надо нажать заранее. И притом скорость 4,7 сантиметра в секунду, когда я насчитываю. А переписывать может девятнадцать. И притом две дорожки в одном направлении. И сразу на десять магнитофонов. Но у меня тут кухня, тон-студия заработала. Мы дошли до края Советского Союза, за границу. Перехватили там, везут пленки. И вот однажды, я к чему подготавливаю, только разговор-то. Я насчитываю архипелаг ГУЛАГ. А это запретно было, Солженистыно. Работаю на тему масонства. У меня уже прошло 14 лет. Все самые последние известия о масонах. Кто они такие? Какая литература? Это тоже М1, М4 было. Четыре пленки, четыре катушки. И вот в этот момент, я понимаю, вот это вот, житие святых до 19-го столетия. Дмитрий Ростовский-то, он с нами не жил. Двадцатый. И попадает мне Регельсона Льва. И я начитываю, как брали в Советский Союз, когда вошли эти люди, расстреливали. С патриархом Тихоном было. Двадцатый век христианства. Вот заметь, как одно к одному. Но я представляю, кто бы архипелаг ГУЛАГ помог. А масонцы считать. Ну, я, голос мой, я вижу, не подходит. Мое идет там, а вот это не пойдет. Я там и в театрах, там с артистами познакомился. Поехал в Новосибирск. Не то. И вот однажды встал. Я это не рассказываю, а бывает и расскажешь. И жене говорю, к нам два человека ночью должны прийти были. А еще темно. И один останется здесь, а другой уйдет. И все это будет, мы с ними разговаривать будем, над нами скала свесилась. Это будет опасность огромная. И в это время в Двадцатые двое приезжают из Прибалтики. А один из них, вот как раз Яковлев Геннадий Михайлович. Это тот, который станет юромонахом, которому, назвает себя Кришнаитом, отрезал голову и в алтаре обошел вокруг престола и бросил на престол. Об этом сколько писали. Ну, это там северный какой-то городок. Красноярского края где-то. Патриарх там соболезнования вносил. Вот я только подумал, а у меня в это время уже приходят люди, и стали считать, что это тот самый голос его. А голос остался, а теперь голоса-то нет, он уже 20 лет в другом месте. Вот я все время удивляюсь, как у Бога все это обдумано. Вот я все время 70 с лишним лет записываю дневники, у меня дневники. Вот. И когда книги старые, я сдаю их, одна женщина относит там типографию, а она говорит, а почему самому тебе не научиться? У меня все женщины как-то бывают так. Ну, и я пошел учебник купил. Вот такие вот, это мне для своих я переплетаю. А потом, которые в длину тетради я переплетаю, я переплел около трех тысяч томов книг. Вот толканули как. А теперь у меня какая библиотека? Пожар был, я кажется, 13 библиотек основал. Вот все одному, когда мы не сам, вот Господь благодатью свою складывает, и мне все подходит. А я ремонтировал и старообрядцам, баптистам, 50-никам книги, а потом клеточку тетради 506 страниц. У меня где показать-то нету. Володя ушел. Ну, короче, так, вот как книга. Она открывается полностью, ну, даже не выскажешь как. Это Господь делает так. И уже все к месту подошло, и библиотека, и... И в Америке, где я был, мне это сгодилось вот так вот. Где что сказать? О масонстве какие книги достать? У меня тема недоработанная. Притом каждый собор начал. Какой собор, какие каноны? Девять поместных, семь вселенских. И какие там каноны, которые они теряют? Я вот могу сказать, на сто процентов уверен. Хотя бы Осипу Алексею Ильичу задали, он не ответит, сколько канонов. Он их знать не знает, бритый. Его в храм пускать нельзя. А 989. А действующих 719. А нарушается 413. 57 процентов действующих канонов отметают умышленно. Я систему эту выстроил, когда график. Да к меня там в Джордан-Вилле. Да где взять-то это? Я говорю, да у нас в стране, в Советском Союзе так это. Мы бы и сдали это. А я сейчас гляжу, сегодня у Володи на экране стоит. Это ваш ролик где-то. Я говорю, ну я где-то тут затерял их. Действующих 719. Действующих. На семь вселенских, девять поместных и тринадцать святых отцов. Книга правил. А нарушается еженевно, постоянно, целеустремленно 413. Эти данные больше нигде не существуют. Я над ними работал. Надо знать, какой канон и где исполняется, не исполняется. Ну там и крещение, и величание. Ну, каноны где-то. И вот я все время удивляюсь, как у Бога все высчитано. Вот мне поехать, они мне нужны были. Поехал в Америку, мне язык нужен. А я заранее, его за 4 месяца изучил. Настолько самостоятельно. Я в школе не имел языка. А если приехал в Америку, то я за 2 недели буквально восстановил. Это Бог делает. Я всегда говорю, что... Вот сейчас у меня книги вышли проповеди в стихах. Это 4 тома по 880 страниц. И каждое стихотворение с эпиграфом 42 строчки. Там ни одной пустой строчки нет. 4 тома за 9 лет. А то вообразить даже нельзя. Что это такое? Это 32 автора я брал, которые стихи пишут. Там Есенин. Так у них все вместе взятые. За всю жизнь маленько поменьше. Вот как Бог делает. Моего ничего нет. У меня нет ни таланта, ни знаний. А Бог так вот как будто поднял крышку, заложил, опять пристроил. Когда я обратился, то проповедовал уже через 3,5 месяца. Не зная златоуста. А потом, только когда я его узнаю, златоусти считать буду, я как будто его уже читал, оно у меня все там есть. Вот еще когда спрашивают, а как вы такие темы берете? Я в литературном институте читал. Я говорю, я когда молюсь, у меня строка одна проплывает. Ее не видит никто, она там, внутри. Я тут же сразу, раз, строчку записал. Кончили молитвы, а 9 куплетов. Каждое стихотворение. А 4 строчки в куплете. 36. 35 строчек, глаза можно завязать, я их запишу. 3 тысячи. 399 стихотворений вошли вот в эти 4-х томники. И в черновиках ни одной помарки нету. Пишется с чистого листа. А как это? Повторяю, я многое не могу ответить. Я просто не знаю. Вот он пришел. Сейчас только о моих стихотворениях тут в интернете. Наша сестра тут и участвует иногда. Иван, как это, прескайка, вот такое его, интересное. Он там по альтернативному вроде службе служил. И Лена Гладыщук с ним беседует о стихах. И какое стихотворение? Она говорит, я считаю. Даже не могу понять, о чем, говорит, написано. Два-три раза надо прочитать. Понимаешь, какие слова? Вот стихотворение вы слышали? Может, мы тут читали как-то? Святая Русь. Да, да, слышал. Слышал. А вот о женщинах вы писали? Писал. Недавно читали. Слышали, наверное? Слышал. Ну, видите, я не напишу никогда это. Там есть слова, которые я потом смотрю еще, найду или не найду в Ютубе. Почему? Бог знает. Он знает. Я не привязан к деньгам. Мне хоть золотые горы быть. И откуда что есть, у меня все. Я минимальная пенсия. А я отдал кому получать, он получает, прикладывает и так дальше идет. Это Бог делает. Поэтому мне ничего тут нет. У меня нет образования, я говорю, ни гуманитарного, ни религиозного. Бог избрал такую мошку, все сделаешь как надо. Вот как. Вот поэтому, если нужно что-то, я отвечаю, откуда это взято и как. И как. Игнатий Тихонович, я вам просто сейчас ваше выражение на экране продемонстрирую. Вы прочитаете его. Давайте. Согласен. Вот. Молитвы, которые не по слову Божию. И там мы не совершаем. Ага. Никогда не клавимся там, где молятся. Во-во-во-во. В Польшу лезли. Где только не возьми. В Афганистан залезли. 14 700 гробов вывезли. Чуть не 70 тысяч искалеченных. Мы там не делаем поклона. А я стою и молюсь в разуме их, Господи. Чтобы они мудро пользовались тем, что Бог доверил им. Это у нас здесь. Это у нас здесь. Ты так устроил. Да будет воля Твоя, а не наша. Нет, но я вот сейчас вот тоже молитву вот эту включили в литургию об этой войне, ну об этой операции, которая идет на Украине. Я тоже как бы в конце прибавляю, что Господи, на все будет воля Твоя. Но я просто смутился, Игнатий Тихонович, от этой строчки. Почему? Потому что литургия, это Иоанна Златоуста, это же он вставил молиться за воинство и за власти. Не знаю, не знаю, не считал у него. Не знаю, не знаю. И такое ли воинство, и чем занималось, речь идет о конечном сегодня. И поэтому прилагать тогдашнее на сегодняшнее не получится. Власти носят меч для того, чтобы карать злых. А у нас самых добрых карают. Ни Мамай, ни Шингисхан, ни Наполеон, ни Гитлер, труженька сельского хозяйства не трогали. А здесь самых лучших раскулачили, 12 миллионов погубили. Это не власть, а антивласть. А вот апостол Павел в первом послании к Тимофею, глава 2 стихи с 1 по 2, просит совершать молитвы, прошения, моления и благодарения за всех человеков, за царей и всех начальств. Мы молимся, чтобы Бог их вразумил. О всех народах, чтобы они приняли спасителя, что он из-за них умер. В этом плане только. Мы молимся об евреях, о всех нациях. Чтобы они познали Бога, признали Его истинным Мессией, обещанным Богом. Спасителем, который умер за них. В этом плане только. А больше мы ничего не просим. Почему просить, когда себе это многословие не приемлется? Как тебе, Господи угодно, ты знаешь. О чем у меня душа болит? Понятно. Да. То есть, теперь, когда в храме я услышу молитву за власть и за боинство, я должен, Господи, вразуми их. Вразуми их, да. И кланяться не надо. Тут мы не кланяемся. Чтобы они не подумали, что мы так же понимаем, как они. Я доказывать не буду. А вы сами молились. А ты откуда знаешь? Моя молитва не такая, как у вас. Спаси. А я говорю, вразуми про себя. И поэтому моя молитва не так, которые кланятся. А у меня своя молитва. И я свою молитву с их путать не буду. Я должен быть свободен в этом. Мне это Бог открыл. Еще я сейчас переехал в Германию. Буду молиться о победе того оружия. Пускай Адольф Алоизович громит Иосифа Виссарионовича. Нет, конечно, того и другого обрати. А теперь оба на той стороне. И в каком котле они? Они все котлы. И только с Алининградский. То какой. А там другой котел. Другая температура. Да, истина. Так вот. Помоги Господи, Игорь Тихонович. Спаси Христос. Ну, у нас у Игоря Дубунова мама была. Она в Красноярске. И туда приехал, лекции считал свои. Или что там. Отец Геннадий Фаст. Вы его знаете? Да, я смотрю его проповеди. Она ему... Ну, он в моем доме обратился. Менонит, немец. Молодой сотрудник Томского университета. Физик, математик. И у нас одна, кажется, встреча была. И пять утра закончилось. И он обратился. Придел православие. Господь делает. Это не я. Еще раз говорю. Моей заслуги никакой нет. Я просто нужные места и в нужном месте вставил. И он понял, что... Я говорю, какие у вас самые сильные места? Он стал говорить... Толкует тебя в конце. Игнатий сказал ложь. Я говорю, сразу понял. У стектанта под ума. А у православных от Духа Святого. И вот его спросили обо мне. Что вы скажете об Игнатии Лапкине? А у него, говорит, надетый здесь крест. И он вот так вот. Она пишет. Мать его, Валентина Александровна. Он долго держал его в руках. Вот так замолк. А потом говорит, знаете, я этого человека знаю. В моем доме обратился. Он живет с Библией в руках. Ну вот, говорит он, что есть только Бог и рассудят. Для него авторитетов нет. Священник, патриарх, это или собор, каноны. Он всех критикует, если это не сходится с Библией. А почему? Евангелие Теяна 12, 48. Для меня был Рубиконом. Слово, которое я говорил, говорит Иисус Христос. Оно будет судить вас в последний день. Раз оно будет судить все остальные паспорта, книги, это потом дальше. Сходится или не сходится? А поэтому Бог дал мне знание. Писание, я сравниваю, совершенно не подходит. Вот и весь ответ. Поэтому, когда мне задают ответ, даже я священникам говорю, люди пришли не к вам, а к Богу. Чтобы через вас Бог ответил, а вы что попало плетете? И при том, я вот посмотрел, который бывший, ну, митрополитом, он был теперь патриарх. А до этого был Илья, Алексей Второй, там, Старобряческий, там, какой-то, не знаю, Адроник или что-то такое вот. И вот Козлов, там, Максим, да, дальше Юрасов, ну, Архимандрит. И они отвечают на вопросы, которые им задают. Примерно в среднем 9 вопросов правильно, а 91 неправильно. Я их это привожу, и у меня целые цитаты идут. И в конце каждый склоняет голову. Они не смиряются с Богом, они надмиваются. И отец Геннадий это Валентине-то так и ответил. Для Игнатия авторитета вообще не существует. И это правильно. Это моя характеристика. Конечно, нелегко это. Сколько у меня врагов. Но проходит время, я выхожу, они на паперти падают, за ноги цепляются, целуют. Простите, мы против вас были, а теперь узнали, что все не так. Вот как Бог делает. Я ничего не жду, кроме того, что будет суд Божий. Если Божий суд на перстнике разврат, а есть грозный судья, он ждет. Он недоступен с бонус злата, и мысли, и дела он знает наперед. Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот как. И поэтому на вопросы ваши я отвечаю, как говорит Писание. Это конечная инстанция. Люди, что это, последняя инстанция? Да, это последняя. Дальше идти некуда. Так сказал Господь Бог. Вот почему, как сейчас молятся, говорят, вот 13-10 откровения. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит, надлежит быть убитым мечом, он не выйдет оттуда. И здесь терпение и вера святых. Вера святых не просто и терпение. Что бы ни было, пусть они меня возьмут в плен, пусть они его расстреляют. Я пред Богом должен быть оправдан в соблюдении его заповеди. Да, аминь. Слава Иисусу Христу. Все, Игнатий Тихонович, благодарю вас. Так, у вас как со здоровьем-то? Лечусь, Игнатий Тихонович. Ну, что-то полегшило, нет? Да, Господь ведет меня этот, Игнатий Тихонович. Не перестаю изумляться, как говорится. А, Буба, траву-то они как-то помогли еще, нет? Помогли в том плане, что этот, когда стали кишечник проверять, чистый, как слеза. Ну вот, слава Богу. А мы вас каждый день поминаем молитвы. Владимир? С миром. Мы как будто рядом сидим с вами. Так что, это все перед Богом. А у вас какие-нибудь мои книги есть? Трехтомник у меня есть. О, это главное. Ну ладно, вы знаете, что мы получили? Четырехтомник в пропаде стихах. Да. Игнатий Тихонович, только там этот, там не только флаг России, там этот, там флаг Республики Коми. Он белый, зеленый, синий. Нет, зеленый не пойдет. Надо о том, чтобы первый был красный. Второе, думать о небе. И третий престол Божий. Откровение, 20 глава, 11 стих. Великий белый престол. И при том, они должны быть не вот так стоять, а по вертикали полосы. Родился, и теперь на небо идем. От лица которого бежали небо и земля. Небо синяя, земля красная. Они бежали. Останется только одно белое. Я как-то взял одно стихотворение ваше для того, чтобы проповедь составить. Ну, естественно, там были напротив поставлены цифры из священного писания. Но мне пока не открылось, Игнатий Тихонович. Не смог я эту мысль вытащить. Тут вопрос решает, подлинное ли было рождение свыше. Когда человек рождается свыше, вот у меня он был 27 сентября 1962 году в 17.00. Полностью вся жизнь моя перечеркнутая. И от меня это не зависит. Я встал с молитвы. Это тот, который склонялся, это другой. Это уже не я. И к утру весь караван кораблей уже знали, что Лапкин сошел с ума. Я на корабле работал. А почему? А у меня это было, Игнатий Тихонович, 5 мая 2019 года, в 12 часов. Вон как. Значит, у вас тогда... Когда я впервые взял в руки Библию, и в Евангелии от Матфея, в главе 5, в стихе 23-24, услышал голос Христа. Для меня был, так как я занимался разными языками, Деяния 2 глава. Вот на это меня Господь и крещок поставил. Ну а потом вот так получилось, что 3 года оглашения, и в конце концов я попал на вас, на общину на вашу, и вот дошел до купели крещения. Слава Иисусу! Да. А вы у нас потерявки-то были, нет? Да, конечно, был Игнатий Тихонович. Ну, надо... Людей-то много, я не всегда запомню. Ну, видите, какая обстановка. Уже будучи смертельно больным, я вот этот дамбу вам строил. Да, да, да. Только молил Господа, чтобы этот... Вы не заметили, что этот я больной? Слава Господу! Я тоже так же одержусь. Как-нибудь... Ну, говорит, сильно, Володя, я иду. Сильно заметно, что я хромаю. У меня с коленями сейчас неладно. Ну, маленько что-то... Гимнастика-то все это. Ну, хорошо, что зашли. Слава Богу! Да, все. Помоги, Господи, Игнатий Тихонович! Слава Богу! В электронной версии я могу вам скинуть 4-томник стихов. Да, я молю Богу, чтобы купить это, чтобы дома у меня были. Ну, скиньте, скиньте. Пожалуйста, адрес давайте. Давайте адрес, я вам подарю. Это очень дорого для вас будет. 4-тома, 8-800 и пересылка еще. Я скину вам сейчас в скайпе. В скайпе скинете. Значит, индекс и телефон должен быть. Имя, отчество, фамилия, все. И я сразу отдаю Елене, она занимается через нее. И вот сейчас у нас сегодня седьмое. Вроде бы заканчивается новое к истинному православию. У вас нет этой книги? Вот я жду, жду, Игнатий Тихонович. Это новое будет в два раза почти толще. Ну, вот я вам приложу, все. И Елена придет, и тогда так. За пересылку придется заплатить, а остальное я вам просто подарю. Благодарю тебя, Господи. Да. А пересылка уже, ну, никак нельзя. Она сама идет, сама сдает, сама платит, а у ней тоже там что. Ну, пересылка это не так и дорого. Почтовое отделение, все напишите как надо. Ну, вот видите, как вы пришли не зря. Да, благодарю, благодарю вас, Игнатий Тихонович. Да, и тут что еще надумали-то? Вячеслав это предложил. В моих книгах, которые до этого выше называются «Открытым оком», 33 тома. 30 томов в бумажном варианте, а 3 в интернетной версии. И, ну, там вопросы, там что. Он говорит, отдельно вы взять проповеди. Отдельно. И вот мы сейчас прикинули, уже работают над этим. Чтобы издать, будет называется тут «Проповеди в стихах», а это будет «Проповедь во свете Библии». Три слова. «Проповеди во свете Библии». Вот если это будет, то, значит, трехтомник 752 страницы. Четырехтомник от «Проповеди в стихах» 880. А это будет каждый том 1200 страниц. Примерно 5 томов будет «Проповеди мои», который я говорил, в разных городах там, я не знаю, сохранились, нет, заграничные. Вот что, этого тоже никогда не было. Это Бог делает. В каждой книге у меня примерно 3000 ссылок на Библию. Таких материалов вообще не существует. Они не знают это. Я не для себя это говорю. Я стараюсь быть верным Богу, как Он повелел. Я говорю и сразу место подтверждаю. Вот так. Договорились сразу, сейчас скидывайте. Вы получили? Хорошо. Да, да, я читал давно уже. Это не давно. Я только вчера закончил это. Полностью показал теперь во свете Библии, как это выглядит. Вы обязательно прочтите заново. Там 107. Из «Жития» только взятый пример. 107. Каким святым являлся дьявол, в каком виде? Это ни один профессор не скажет. А у меня симфония на этой книге «Жития святых» составил. Ну, я оттуда, естественно, сразу взял их. А я просто думал, что вы старую версию выложили, а вы обновили, да? О, не просто обновили, а во свете Библии как выглядит, в православном сознании. Что там было? Там разные какие варианты. Кто-то напали. Там лавина была. Все рассматривается и вдребезги разносит. И дальше доказывается, что это были демоны, которые вошли внутрь их. Потому что они пришли доказать, что демонов нету. И разорвали их. Подробно все. Которые я скинул вам сейчас, я увижу. На меня первым делом адрес скиньте. Я посмотрю, скинул ли я вам это Дятлова. И тогда, если нет, то я заново скину. Просчитайте. Там не так и много. Но там все. Все виды, когда найдены, какие они лежат, все показано. И вот собрал Вячеслав. А дальше проверка, которую я сделал, что касается православия и Библии. Ну, вдвоем сделали. И они закончили этот Николай Сироткин. Только сегодня мне выставили, чтобы я легко мог другим передавать. А до этого мне надо было перекачивать каждому. А перекачка 20 минут идет. Один экземпляр. А я за полчаса сейчас полста могу их дать. Адресат. Адресат. Ну, вот так. Ну, Антоний. Ну, молодец ты пришел. Слава Христу. Аллилуйя. Давай, жду. Сразу считаю поэта про Дятлова. Спасибо. Спасибо.